Это итоговый выпуск программы День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о самых ярких событиях этой недели. Сегодня Крывая столица отмечает свой день рождения. Барнаулу исполнилось 294 года. Мероприятия в честь празднования Дня города проходят во всех районах Крывой столицы. Основные точки притяжения – площадь Сахарова и улица Молотобольская. Там проводят международный турнир по смешанному единоборству ММА, фестивали, ярмарки, спортивные и концертные программы на любой вкус. Однако праздничного салюта в этом году барнаулцы не увидят, хотя его запуск изначально был в программе, причем в пяти точках города. Решение об отмене фейерверка по причине неуместности его на фоне последних событий приняли городские власти. К другим темам. В Бийске за смерть полуторагодовалого ребенка будут судить воспитателя частного детского сада. Следствие установило, что в январе 2023 года 51-летняя жительница Бийска в своей квартире организовала частный детский сад. Трагедия случилась год назад. Женщина кормила ребенка на диване, не оборудованном для приема пищи. Еда попала в трахею и бронхи мальчика, что привело к асфиксии. Бичанка не вызвала скорую помощь, провела реанимационные действия самостоятельно, что спровоцировало смерть ребенка. Кроме того, следствие доказало причастность обвиняемой к оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина в воспитательных целях привязывала трехлетнего мальчика веревкой к мебели, а также причиняла ему телесные повреждения. К слову, обвиняемая не обладала ни педагогическим, ни медицинским образованием. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд. А далее кадры эпичной погони на улицах Барнаула, которую очевидцы сняли на этой неделе. Всего за час водитель машины Марк-2 нарушил 15 раз правила дорожного движения, сообщили в Краевом МВД. Мужчина 8 раз проехал на красный свет, выехал на встречную и совершил еще 6 разного рода правонарушений. На все призывы остановиться водитель не реагировал. В момент погони его машина загорелась. Только после этого ночной гонщик остановился и тут же был задержан сотрудниками полиции. Нарушитель отказался проходить проверку на алкогольное опьянение. Мужчину задержали на 5 суток. Проводится проверка. Также на днях в Барнаульском аэропорту задержали иностранца за курение в самолете. Оказалось, что 44-летний мужчина во время перелета из Москвы в Барнаул курил электронную сигарету в туалете. После инцидента в дежурную часть поступило сообщение. Нарушителя задержали по прибытию. Также на курильщика составили протокол об административном правонарушении. Сейчас ему грозит штраф в 1500 рублей. В транспортной компании напомнили, что за курение на борту самолета авиакомпании вовсе вправе отказать пассажиру в дальнейших перелетах. К другим темам. Борьба с бакланами на территории Алтайского края стала самой резонансной темой первой сессии АКЗС после летнего перерыва. Эти птицы, согласно исследованиям, уничтожают экологию региона и причиняют ущерб более чем на 200 миллионов рублей в год. Какие серьезные и шуточные предложения прозвучали по поводу этой проблемы, узнаете в материале Данила Кузнецова. Есть страны, где бакланы охраняются. Их экстременты собираются и потом отвозятся для удобрения выращивания кофе. Так вот мы можем собрать бакланов, мигрировать в те страны для того, чтобы помочь этим странам. Шутки шутками, а с токсичными экскрементами больших бакланов нужно действительно что-то делать. Они буквально уничтожают зелень Локтевского, Третьяковского, Романовского, Завьяловского, Бурлинского районов края. Как сообщили на сессии Алтайского ЗАГС Собрания, эти птицы неожиданно в большом количестве перекочевали в Алтайский край из Казахстана. Причина проста. У соседей закончилась еда. Поэтому сейчас бакланы и рыбку съедают и урона наносят более чем на 200 миллионов в год. Съедается от 600 до 900 тонн только вот этими, значит, большим бакланом. В год? В год, совершенно верно. У нас квота в Алтайском крае на добыче рыбных запасов 3600 тонн. То есть почти одну треть съедают бакланы. Способ борьбы депутаты приняли радикальный. Разрешить охоту на большого баклана, начиная со следующей весны. Для людей эта птица отнюдь не деликатес. Низкосортное мясо отдает рыбой. Так что его можно разве что закоптить. Но вообще вкусы у всех разные. На законопроекты в том числе. Мы идем на поводу у пользователей рыболовных участков, общественных организаций, охотников и рыболовов, которые не хотят восполнять рыбные запасы и прибрежную растительность. А отдуваться за все будет большой баклан. На сессии целый блок вопросов отвели социальные поддержки. Например, теперь многодетные семьи из любых уголков страны смогут посещать бесплатно музеи, парки, выставки Алтайского края. А школьники и вовсе смогут ездить на общественном транспорте бесплатно в границах муниципального образования, где они живут и обучаются. Затронули на сессии и инвалидов. Точнее, подготовили инициативу по изменению федерального закона, благодаря которой покупка оборудования для реабилитации на средства материнского капитала станет проще. Мы бы хотели это сделать, чтобы не было вот этих промежуточных всех, а чтобы уже вся оплата шла социальным фондом непосредственно продавцу. А чтобы исключить, мало того, что исключить, семью, да, и еще, чтобы это была более доступная мера. Еще один важный законопроект коснулся расширения программы льготного предоставления участков. Теперь оборонные предприятия, которые хотят построить жилье для своих работников, могут получить землю, минуя торги. Подобная мера – еще один ключ для решения кадровой проблемы региона. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае через несколько недель можно будет легально купить и выпить алкоголь на веранде ресторана. Сейчас торговать спиртными напитками в летних двориках и на верандах официально запрещено. За такое нарушение ресторан могут оштрафовать на 100 или 300 тысяч рублей, а посетителей на полторы тысячи. Продажу алкоголя в сезонных зонах по федеральному закону разрешили еще в начале лета. Однако алтайские депутаты привели в соответствие краевой закон только накануне. Объект общепита, он остается один и тот же. Этот объект общепита обладает лицензией на продажу алкоголя. Та площадка, которую он организует, ну как правило в летний период, в теплое время года, эта площадка непосредственно должна быть связана с самим зданием. Тем временем уже с 1 сентября в Алтайском крае вступает в силу закон о продлении розничной продажи алкоголя до 10 вечера. После этого времени спиртное в многоквартирных домах и на прилегающих территориях можно будет приобрести лишь в ресторанах и кафе. Так называемые наливайки после дедлайна торговать крепкими напитками не смогут. Найти общий язык пока не удалось. Власти Барнаула накануне встретились с руководством Алтайского завода агрегатов и жителями микрорайона Малый Продской. Напомним, в этом году объявлен уже четвертый по счету конкурс с целью заключить контракт на услугу по понижению грунтовых вод в этом районе города. Оказать ее может только завод агрегатов. Впервые его руководство объявило причины, почему теперь отказываются от работы, которую выполняли долгие годы. Да, было принято решение об увеличении стоимости контракта, но каждый кубометр воды должен быть учтен. Это кажется главный камень преткновения. Раньше заводу платили из казны по 6 миллионов рублей в год за результат низкий уровень грунтовых вод в микрорайоне Малый Продской, вне зависимости от объема работы. Однако в новом контракте, как требует закон, прописали строгий учет, то есть оплату за кубометры воды, повысив общую стоимость контракта до 12 миллионов в год. И тут у завода своя математика. Мы же все отлично знаем, как формируется тариф. То есть мы можем платить по счетчику в ТСЖ, а можем платить, извините, по одной двенадцатой. Вот мы вам предлагали в данном случае самый простой метод, одна двенадцатая, исходя из 12 миллионов, то есть миллион в месяц. Но эта услуга, она именно должна столько стоить. Примерно, вот сегодня плюс-минус. Расплачиваться за позицию завода приходится жителям целого микрорайона. В Малом Пруцком все лето затопленные подвалы, размокшие фундаменты. С советских времен вопрос решала та самая станция понижения уровня грунтовых вод, которую строили для этой части города и которая теперь в собственности завода. Если вы по кубатуре включаете насосы, предъявляетесь по кубатуре, выкачали бы эту кубатуру за месяц, вы за месяц получили эти 11 миллионов. Получается контракт исполнен. А подтопление того жителей дальше, соответственно, это второй будет этап. Вот тут вас не ограничивают наоборот. Это ответы на вопросы завода, а что если воды придется качать слишком много, а через пару минут или слишком мало, тогда вообще не заработаешь. Устанавливать и содержать приборы учета тоже накладно, поэтому это хотят переложить на город. Но тратить бюджетные деньги на частные сети запрещает закон. Таких, а если за час, набралось немало. Ну мы не видим конструктивы все-таки от вас. Вот просьба все-таки повернуться к нам лицом и давайте сядем еще раз. Я не говорю, что вы лично определите тех людей, кто будет от вас. Это экономист, юрист. Мы со своей стороны. И все эти вопросы обсудим. Тариф, сроки действия контракта, разложим экономику, посмотрим по законодательству. Дальше вопрос будут решать рабочие группы двух сторон. Надежду найти общий язык к четвертому аукциону власти города не теряют. Николай Потешкин, Владислав Ковалев. День с толком. Река есть, а доступа к ней нет. Проблемы жителей Майминского района стали темы обсуждения на заседании комиссии по земельным ресурсам при правительстве Республики Алтай на этой неделе. Наша съемочная группа выясняла, откуда на берегу Катуни появился двухметровый забор. Подробнее смотрите в сюжете. Буквально на днях появляется новый забор, который идет практически по всему берегу Катуни, отгораживающий эти участки от самой реки. Непростая ситуация сложилась в Майминском районе. В один прекрасный день на берегу Катуни появился двухметровый забор. Он растянулся на десятки метров. Жители поселка Турбаза-Юность, чьи дома выходят на живописный берег, подначасти лишились всех прелестей природы. Все беспрепятственно выходили на берег реки. Но это все продолжалось у нас совершенно до августа. 21 числа у нас образовался вот этот вот забор. И он теперь препятствует выходу на берег, как и нам жильцам, так и, собственно, приезжим. Никто не может сюда пройти. Жители не понимают, разве можно устраивать такой беспредел в водоохранной зоне. К берегу стало невозможно подойти. А на чьё-то стало чьё-то. Всё, заградили, подойти нельзя. Там участок, ну всё это за Черемшанку даже. Поэтому считаем, что это нарушено все права, которые есть у нас. Как выяснилось, глухой забор – дело рук предпринимателей, которые решили таким образом расширить свой туристический бизнес. Турбаза эта находится неподалеку. Но и там её хозяев мир с соседями не берёт. Татьяна Барбуева купила землю несколько лет назад, построила дом. Но теперь она в числе тех семей, что оказались заперты на собственных участках. Засекаем время. Через сколько минут придёт охранник, чтобы сделать досмотр машины моего родственника. Им недостаточно того, что я сама тут всё его принимаю, сама провожаю. Нужен ещё досмотр каких-то суперспециалистов, видимо, с металлоискателями, с собаками. Вот ждём. Татьяна говорит, что документально это садоводческое товарищество, а по факту турбаза со шлагбаумом, где жилища обычных домовладельцев стоят в окружении туристических домиков. На сегодняшний день, да, не имея никаких средств для открывания шлагбаума, у нас лишили пультов, вообще какой-либо другой возможности. В современном мире можно позвонить по телефону и открыть шлагбаум. Они ничего этого нам не дают, ну лишили всё. Только по воле охраны, которая охраняет туристический комплекс, только по их воле я могу проехать. Вот они захотели, сегодня открыли домой семье, захотели, не открыли. У нас шесть семей, и я думаю, что всё-таки конечная цель у них – нас оттуда тоже потихонечку выжать. Проблема жителей стала темой обсуждения на заседании комиссии по земельным ресурсам при правительстве Республики Алтай. Мы обсудили нашумевший вопрос о строительстве забора в посёлке Турбаза-Юность, который перекрыл людям доступ к реке. Андрей Анатольевич Турчак поручил разобраться в этом вопросе. Вчера на место выезжали представители нашей комиссии и прокуратуры. Надзорное ведомство взяло эту тему на контроль. В ситуации будет дана правовая оценка, и это даст чёткие правила для всех владельцев туркомплексов на территории Республики Алтай. К решению вопроса подключены все ведомства. Ведётся прокурорская проверка. Кроме того, члены рабочей группы обсудили ситуацию с землями лесного фонда, которые граждане по закону могут получить в безвозмездное пользование для личных нужд, но не для предпринимательской деятельности. На заседании отметили, что встречаются факты передачи больших участков, в том числе крупным предпринимателям, что создаёт риск неправомерного распоряжения землёй. Юлия Цапко, Сергей Бертман. День с толком. Фирсово, Санниково и другие коттеджные посёлки вблизи Барнаула могут исключить из сельской ипотеки. Минсельхоз России предложил запретить оформлять льготные кредиты на покупку или строительство домов в населённых пунктах, которые расположены менее чем в 50 километрах от административных центров. Как возможные изменения восприняли барнаульские застройщики и специалисты рынка недвижимости, расскажет Елена Макаренко. Первомайский район – пригород Барнаула. Одно из привлекательных мест для строительства дома. И пока они здесь росли как грибы. Во многом благодаря льготным кредитным госпрограммам, в том числе сельской ипотеке. Заем на строительство или покупка уже готового дома всего по 3% годовых недалеко от города прельщал многих. Но ситуация, возможно, скоро изменится. И сельской ипотеки хотят исключить населённые пункты в радиусе 50 километров от города. Эту программу придумали для чего? Чтобы молодёжь задерживалась на селе, соответственно, люди оставались, возвращались в деревню, получали эти льготные дома. А сейчас, можно сказать, за деньги Министерства сельского хозяйства люди себе коттеджи строят вокруг городов. Это немножко не то, ради чего это всё придумывалось. Поэтому сейчас предложение от Министерства сельхоза эту границу отодвинуть. И там звучала цифра 50 километров. В нашем случае вот как раз всё то, о чём мы говорим. Фирсова, Ботаника, Палитра – все за эту границу у нас с вами переходят. Ну и пускай она будет 10 километров от города. То есть приезжаем в Фирсово, мы видим загородный дом. Для меня это уже село. То есть другого восприятия нет. Не может пригород, так скажем, относиться к городу, потому что там нет многоэтажной застройки, правильно? То есть там все одноэтажные дома. То есть то, чему отвечает программа фактически. Эксперты Барнаульского рынка недвижимости изменения в программу ожидают уже осенью. Относятся к ним неоднозначно. Говорят, мало кто из городских жителей согласится строить дом в глуши. Но в то же время уверены, рынок и к этим нововведениям адаптируется. Покупатели, к примеру, смогут брать льготные кредиты на дом по другим госпрограммам. Тем более, что соблазнительные по сельской ипотеке 3% годовых весьма сомнительны из-за пунктов договора могут измениться до ключевой ставки Центробанка. Клиент, когда выходит на сделку, это и так сложно. Это, как правило, единственный раз в жизни. И он говорит, а неужели у меня такое случится? Но все равно у нас люди оптимисты. И они говорят, со мной такое не произойдет. Дай бог выплыть, что там побыстрее идут, рискуют. То есть, конечно, хотелось бы конкретики. То есть, если 3%, то это навсегда. Фиксированная ставка, да. То есть, чтобы не было такого вот смятения. Есть и другие нюансы программы. Сельскую ипотеку по-прежнему выдают всего несколько банков. Что не очень удобно, говорят эксперты. С июля введен механизм эскроу-счетов. То есть, деньги от банка клиент и застройщик могут увидеть лишь после введения дома в эксплуатацию. У многих подрядчиков возникает вопрос, а строить на что? И остается момент с объемом субсидий из федерального бюджета. Деньги на кредиты, как правило, быстро выбирают. И если сравнивать то количество заявок, которые подают наши клиенты на эту программу, с тем, сколько реально удается одобрять и вводить в сделки, примерно соотношение такое, я бы сказал, 40% только удается вводить. Как раз в том числе из-за того, что лимитов в очередной момент, когда клиент уже готов выходить в сделку, их нет. И все же эксперты надеются, что сельская ипотека, несмотря на все нюансы, продолжит жить. По их мнению, этот проект до сих пор был неплохим импульсом для развития пригородов и сел. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. 75% многоквартирных домов Барнаула готовы к зиме. Информацию озвучили власти города на совещании по подготовке к отопительному сезону на этой неделе. К холодам готовы все 32 муниципальные котельные. Это данные представителей СГК. Одними из первых отопление запускают в социальных учреждениях. На сегодняшний день из 321 здания готовы к старту сезона 299 образовательных организаций, а также 97 из 143 медицинских. Напомним, что отопительный сезон в краевой столице обычно начинается в конце сентября-начале октября, при условии, что в течение пяти дней среднесуточная температура за окнами не превышает 8 градусов тепла. Сначала отопление подают в детские сады, школы, больницы и лишь потом в жилые дома. На днях в Курск прибыл гуманитарный груз из Алтайского края. Фуры уже разгрузили. Спасибо вам большое. Вооружаю фуру. Спасибо вам от Курска. Гуманитарную помощь отправили из Барнаула 19 августа. В трех фурах собранные жителями края вещи первой необходимости. Одежда, продукты питания, товары для детей, постельное белье и не только. Собирали гуманитарку всем миром. И волонтеры, и женское отделение партии «Единая Россия». И фонд «За своих». Как нам сообщили представители благотворительного фонда, на данный момент к загрузке готова очередная фура с гуманитарной помощью для жителей Курской области. Продолжим. Барнаульские общественники добились возвращения исторического облика одного из памятников архитектуры. Речь о здании склада Страхова на улице Гоголя. Несколько дней назад сайдинг, который украшал фасад 15 лет, был снят. Илья Щепина расскажет подробнее. Это памятник архитектуры регионального значения. Больше века назад торговый склад барнаульского купца Михаила Страхова. В пожаре 1917 года это здание пострадало, то есть оно горело. И, видимо, было в 1920-е годы восстановлено. Потому что уже в 1928 году в нем разместился барнаульский канифольно-скипидарный, потом канифольно-терпентинный завод. А насколько мне известно, в этом здании был химический цех. После банкротства канифольного завода собственником имущества стала барнаульская частная организация. В нулевых фасад здания обшили сайдингом. По устным рассказам чиновники попросили частника заделать неприглядную стену. Так выглядело это здание на протяжении 15 лет. Общественники обратили внимание на памятник в 2019 году и обратились в Алтай охранкультуру. Начался процесс борьбы между чиновниками Алтай охранкультуры и фирмой «Аланко». Он был осложнен вот чем. В реестре памятников объектов культурного наследия это здание записано как жилой дом. И вот возникает вопрос. А вот есть жилой дом в реестре. И перед нами вот это здание. И как его, допустим, реставрировать? То есть сделать из склада жилой дом, но это же нереально. Несколько дней назад сайдинг со стены все же сняли. Лично я бы хотел, чтобы все-таки здание действительно отреставрировали, привели в исторический вид. По науке отреставрировать. То есть не просто, знаете, там, а сейчас поштукатурим, покрасим и все, вот вам реставрация. Нет, так не надо делать. Надо с использованием научных методов, исторических методов, современных методов реставрации. У нас такие примеры есть. По мнению эксперта, перспективы есть. Однако, пока не найдены фотографии здания до пожара 1917 года, восстановление возможно только до уровня канифольного завода. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. И в завершении выпуска группа «Комната культуры» выпустила клип, снятый в Барнауле. Съемки клипа на песню «Все они о тебе» совпали с сильным ливнем. В тот день затопило улицу Молотобольскую, где и проходил съемочный процесс. Еще одна площадка должна была быть в поле, но в итоге решили, что пробежаться по огромным лужам будет интереснее. Как рассказал солист «Комната культуры» Женя Трофимов, получилась полнейшая импровизация. Кстати, главной героиней клипа стала актриса Стасия Милославская, известная по ролям в картинах «Огонь», «На острие», «Стрельцов». Она специально приехала из Москвы в Барнаул. Что ж, такой мы запомним эту неделю. Я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд о погоде. До встречи в эфире и хороших вам выходных! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!